Здравствуйте, дорогие друзья, это доктор Ирина Березовская. Я приветствую вас на своем канале YouTube в разделе «Моя жизнь». И мы продолжим удивительное путешествие по Квебеку. Сегодня я расскажу вам об одном городке, это Дусе, на берегу реки Сагеней. Мы садимся на паром и сейчас будем ехать на другую сторону залива, не Сен-Лоренц. Погода уже улучшается и предвещает много интересного. Два берега реки Сагеней, где она впадает в залив Святого Лаврентия, соединяет паром. С одной стороны деревенька Святой Катерины, где мы остановились и где нам очень нравится. А с другой стороны городок, известный исторический городок Тадусак, куда мы направляемся на пароме. Паром идет обе стороны каждые 20 минут, поэтому ждать долго не приходится. И, конечно же, масса впечатлений, потому что покататься на пароме всегда приятно. У природы нет плохой погоды. И хотя опять начался дождь, мы все равно гуляем целый день. А вот и наш паром, на котором мы потом будем возвращаться. Непосредственно в городке есть большой красивый парк. И мы решили подняться на гору, чтобы посмотреть вокруг окрестности. И, конечно же, не пожалели об этом, потому что то, что мы увидели, было просто удивительно, прекрасно. Трудно даже представить, что этому городку больше 400 лет, то есть 417 лет. А в 1535 году три француза, устье реки Сагене, основали небольшой французский порт. И таким образом Тадусак является самым старым поселением Клебека. Поселение Тадусак, оно меняется уже практически 30 лет. И проживает в нем около 800-850 человек. В то время, как ежегодно это место посещает 300 тысяч людей. В основном, это для того, чтобы наблюдаться китами. Также здесь есть большое количество заповедников и очень красивые места. Горы, долины, горные реки. Поэтому это место чрезвычайно привлекательное для людей, которые хотят увидеть красоту, первозданную красоту к дикой природе. В этом городке очень много сувенирных магазинчиков, а также маленьких магазинчиков, где продаются вещи, сделанные руками. В частности, украшения, вязаные вещи. Также очень много маленьких-маленьких кафешек. И можно скошать домашние мороженые и шоколад. Большинство населения Тадусака, то есть я бы сказала почти 95%, не разговаривают на английском языке. Хотя, благодаря развитию туризма, больше всё же французов говорит на английском. Маленькая церквушка – это историческое место. Она была построена в 1747 году и размещена с не менее известным в Клебеке и вообще в Канаде тоже важным зданием. Это гостиница, которая функционирует до сих пор. Я вам скажу, что то, что мы побывали в Тадусаке 1 июля, в день 150-летия Канады, это не совпадение, не случайность. Это вообще уникальный момент, потому что именно с Тадусака началась Канада. Именно отсюда произошло название Канада, потому что французский путешественник Жак Кротье в 1535 году во время своего второго путешествия в Северную Америку остановился здесь и основал небольшое поселение. И слово Канада происходит от слова Канада, с языка гуронских иракузов, индейцев. И начало использоваться французами очень часто. И назвались сначала эту территорию Новой Францией, но в дальнейшем начали использовать именно индейское слово Канада. Таким образом, благодаря появлению Тадусака, появлению этого селения и переоткрывателям французов появилась эта прекрасная страна. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»